Ближайшие три года в Москве появятся десятки новых больниц и поликлиник. Об этом Дмитрию Медведеву рассказал во время сегодняшней встречи Сергей Собянин. По словам столичного мэра, повышение качества медицины наравне с образованием являются приоритетными направлениями деятельности. А ранее Собянин проинспектировал строительство новой трассы на юго-западе Москвы. Александр Бутухов подробнее. Масштаб строительства трассы Солнцево-Бутово-Видное в Новой Москве лучше всего видно с высоты птичьего полета. А ведь это только первый этап стройки. Новая автомагистраль будет дублером Московской кольцевой автодороги. Она начинается от Боровского шоссе и свяжет между собой еще три трассы. Киевское шоссе, Калужское и Варшавское. И выйдет к городу Видное. Эту стройку, которая началась еще в ноябре прошлого года, сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Транспортное обустройство новой Москвы идет полным ходом. Как вы видите, это реконструкция Калужского шоссе, развязки на МКАДе. И мы приступили активно еще к одной большой стройке. Это поперечная связка, Солнцево-Буты. Очень важная трасса, которая в последующем соединит четыре ветки метро. И будет одной из основных магистральных дорог для Новой Москвы. Вся эта грандиозная стройка разбита на три этапа. Первый завершится в 2018 году. Тогда откроется трасса от Боровского шоссе до Калужского. В Новой Москве помимо дорог появятся и новые школы, и медицинские учреждения. Строить их будут и в других районах столицы. О чем сегодня Сергей Собянин рассказал Дмитрию Медведеву. Мы с трудом преодолели и решили вопросы дефицита дошкольных мест. Сегодня начинаем с растущим дефицитом школьных мест. Ввиду того, что демографическая волна переходит до дошкольных учреждений школьных. Есть понимание, какое количество школ в ближайшие годы предстоит построить? Мы запланировали в ближайшие три года построить 67 образовательных объектов. Такие вложения, считает Сергей Собянин, приводят к тому, что уровень школьного образования в Москве только повышается. За последние годы количество тех, кто сдал ЕГЭ на высший балл, выросло в два раза. Не экономят в столице и на здравоохранение. Тем более, что система обязательного медицинского страхования позволяет поликлиникам и больницам города получить дополнительный заработок. При всех сложностях становления новой системы, она дает возможность получить медицинскую услугу там, где человек считает это целесообразным, возможным для себя. Кстати сказать, я напомню, что мы как-то иногда идеализируем прошлое, но у нас такой системы в советские времена не существовало. Значит, и получать медицинскую помощь нужно было по месту прописки. Я скажу более того, буквально еще недавно мы ограничивали помощь иногородним в силу того, что расходы велись напрямую из бюджета субъект. А сейчас мы наоборот подвигаем наше учреждение, чтобы они наоборот рекламировали себя, приглашали себя. Потому что дополнительный заработок для клиник, дополнительная возможность улучшить заработную плату врачей, улучшить материальную свою базу. Это выгодно всем, и регионам, и столичным клиникам. В ближайшие годы в Москве планируют открыть несколько десятков новых медицинских объектов и закончить модернизацию Морозовской детской больницы, где откроется новый многопрофильный лечебный корпус. Александр Бутухов, Сергей Кузнецов, Валерий Жичкин и Анна Заякина. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова